всем большой-большой домашний городской привет ну как вы видели мы уже дома мы уже переехали и начались городские будни и вы знаете на нас обиделась вся техника стиральная машина не стирает сушильная машина не сушит посудомоечная машина не моет игорь бедный вчера бегал весь день с отвертками все пытался починить кое-что починил во всяком случае посудомойка уже заработала сушильная машина уже тоже практически начала работать вот а то я уже готова была все делать ручками ручками как это было раньше помните когда у нас не было еще различной бытовой техники стиральная машина появилась первый раз после рождения владика и главное что игорь не часто припоминает грипп очков ты сопротивлялась ты не хотела стиральную машину говоришь ну что мне сложно ручками постирать сейчас я понимаю что сложно да а на меня напала большая большая хочу х и похоже этот влог сегодня будет про покупки поехали так смотрите что мне привезли пойдемте рассматривать упаковка такая красивая смотрите вы сейчас удивитесь что там так красиво упакована но я справлюсь а нет не справлюсь а вы посмотрите что здесь правильно это фикус бенджамина ну посмотрите какая прелесть ребят я понимаю что фикуса есть очень у многих этим никого не удивишь но я объясню ход своих мыслей раньше я покупала мало крупномеров потому что в принципе для крупномеров у нас только наша комната с игре потому что там хорошее освещение а этой комнаты ты раньше была темина здесь очень хороший подоконник вы меня спрашиваете иногда что это у нас за такой большой подоконник ребят это не подоконник это стол это был подоконник стандартный обычный но мы его наращивали когда делали когда делали ремонт вот он видите вот до этой поры должен был быть подоконник все остальное это нарощенная и у нас по бокам просто сделано такие шкафы с полочками с двух сторон за занавесками шкафчики вот и вот такая у него была рабочая зона поэтому учиться ему было удобно стол большой большой здесь компьютер еще стоял а теперь это перешло в мою вотчину на теперь я здесь буду выращивать цветы с хорошим освещением и здесь северная сторона поэтому здесь не бывает яркого палящего солнца но тем не менее достаточно светло и я этот подоконник раньше не занимала но потому что здесь ребенок учился теперь у меня есть много места во власть кинай комнате это делать невозможно потому что там южная сторона и там очень жарко вот когда светит солнце а в питере все-таки солнце бывает ребят там безумно жарко все пересыхает там цветом очень нехорошо поэтому туда ничего ставить не могла ну а сейчас у меня появилось свободное место и я начинаю выращивать цветы для нашего нового дома представляете то есть я хочу сейчас вот что-то я размножала вот этот фикус али который у меня есть да что я вот сейчас купила бенджамина я еще купила в регата бенджамина потом я еще по моему эластика купила юлку купила я хочу все это выращивать это мой цветок это замя кулькас он у меня и был я хочу это выращивать я хочу это пока размножать пока у меня есть время и впоследствии в доме сделать хороший такую зеленую оранжерею поэтому я постепенно начинаю готовиться вот купила беню как мы его называем у меня раньше бенджамина был но к сожалению я его сгубила то есть я покупала голландский он у меня весь облетал и в общем не выжил короче здесь я это все нашла на озоне я так понимаю это люди сами занимаются то есть это фикус домашнего разведения а не голландский вот видите так красиво упаковали девочки привезли красиво упаковали и тут все написано по уходу за этим фикусом плюс еще какое-то очень вкусное мыло в подарок положили ну с вкусным ароматом видите сухо цветами ну приятно приятно то есть хочется лишний раз обращаться так что вот такие у меня планы сейчас он у меня обойдется я надеюсь приживется видите он не в торфе сидит он нормальной земли земле пересажен уже то есть под зиму его можно будет не трогать а весной я уже буду смотреть буду дай бог не приживется пересажу на черенкую и буду заниматься разведением крупномеров да это же крупномеры еще засматриваюсь на фиалочки возможно фиалки опять буду разводить то есть у меня такое бывает на меня иногда нападает какое-то сумасшедшее желание просто иметь дома большую зеленую галерею потом мне через много-много лет это надоедает они у меня постепенно ну я их какие-то раздаю какие-то уже стареют общем я их перестаю дальше черенковать вот такие пироги вот здесь смотрите у меня реанимация цветка идет это фуксия она стояла у тамары в огороде очень красиво цвела на улице но она ее не убрала вовремя в дом и фуксия замерзла то есть у нас были заморозки и вот тут был такой красивый большой куст он весь просто отвалился поить кстати надо сухие цветы пою вот то есть куст просто весь отвалился я забрала домой потому что мне показалось вот смотрите видите живой росточек и вот здесь не кажется еще живой росточек есть то есть есть шанс что она оклемается и что корни у нее подмерзнуть не успели посмотрим вот тоже смотрите какие молодцы люди да вот они сами выращивают цветы черенкуют выращивают пересаживают красиво все это упаковывают ленточкой такой красивый перевязывают подарочки какие-то дают домой привозят но чем не бизнес люди делают бизнес просто из своих цветов мне кажется это очень круто прям очень я с удовольствием куплю они мне с удовольствием это продадут ну а на улице у нас желтая желтая осень игорь все не поехал опять на стройку там опять что-то делать я надеюсь на следующей неделе мы с ним туда поедем на пару денечков помимо стройки просто еще немножечко там время проведем потому что там достаточно уютно там у нас домашний театр классный есть пою немножко свои растечки нам бы ремонт здесь сделать квартире потому что уже давно не было ремонта и коты много чего попортили вот но я понимаю что еще одного ремонта в данный момент времени мы просто не вытянем и не столько физически сколько психически потому что вся психика убита стройкой вы бы видели игоря вчера я уже не знаю я его уже хотела отпаивать какими-то успокоительными в каком он вообще стрессе был жутком как он тут ну честно говоря просто орал орал по телефону ой поэтому я понимаю что ремонт нам сейчас не грозит поэтому я хочу сделать ремонт по-женски накупила всяких пледиков новых подушечек в общем ерунда и всякой чтобы внешне что-то такое немножко приукрасить обновить вот немножко других цветов хочется ладно посмотрим что мне из этого получится но я пошла работать точнее пойду переодеваться и готовиться к работе сегодня у меня очень сложные очень известные клиенты поэтому я немножко волнуюсь я тоже иногда немножко волнуюсь потому что боюсь ошибиться ладно все я пошла увидимся вы знаете что каждую осень во вкус вели сезон вкуснейших египетских манго я уже когда-то говорила мы к мангу очень спокойно относимся мы когда-то сыгрим конкретно переели и несколько лет даже не подходили к мангу и я вообще к ним реально спокойно отношусь но вот египетское манго во вкус вели я почему-то иногда покупаю осенью у меня очень их любит тема я купила на всякий случай пусть дома лежит мало ли они заедут темика угостить вот и ну естественно с настей но возможно штучку и сама съем вкусные реально если вы не знали попробуйте возможно и в других магазинах продаются но я просто не смотрела знаю что вкус вели они появляются каждую осень там покупаю помните кстати летом я вам показывала как я засаливаю грибы такие типа подберезовики белые подосиновики вот такие благородные как говорится грибы но это такая засолка на недельку на полторы там да ну чтобы вот прямо просолились они быстро их съесть я решила провести эксперимент что будет если из замороженных грибов то же самое сделать то есть я их летом отваривала в двух водах в подсоленной воде замораживала в морозилке и выдумаю попробую-ка я засолить слушайте похоже получится на самом деле уже даже достаточно вкусно выходит я их спокойно разморозила причем не при комнатной температуре достала их в холодильник чтобы они там медленно размораживались лишнюю воду слила как обычно соль чеснок укроп пару дней в холодильнике и похоже это получится вкусно но даже сейчас уже неплохо я уже попробовала ну и борщика наварила что-то так захотелось наваристого борща нам темка тут недавно подарил вот такой чай смотрите улангурт улэнгурт они когда на дачу приезжали тема привез фруктовый чай мы его там выпили очень вкусно я его заказала второй раз завтра получу покажу вам какой он и вот такой остался мятный видите донник ежевика мята шиповник ребят такие вкусные чаи они покупают вроде на озоне мы купили я купила на велберис я думаю что сейчас самое то пить сейчас покажу как он порошочек а тот с иван чаем фруктовый тоже такой вкусный пахнет очень вкусно хочу сейчас заварить не реклама ребята честное слово чайничек такой красивый у меня из китая привозили помню в ручной кладе везли чтобы не разбился ой как вкусно пахнет запотела кран мы там по рынку какому-то ходили мне так он понравился так ну а я традиционно бреду в пункт в алберис там пришел кое-какой мой заказ пойду заберу говорю же влог из сплошных покупок составит ну да вот так вот получилось как красиво да ребят все таки осенние краски это очень красиво красные желтые зеленые супер все таки осень стоит шикарная в этом году уже скоро конец октября будет и такая чудесная чудесная погода она конечно уже дождливая но так осень так и должно быть но все равно комфортная я постепенно готовлюсь к нашей предстоящей декабрьской поездке честно говоря как я в шутку говорю мозг в раскоряку мне настолько сложно ее планировать друзья это настолько непонятное для меня пока еще направление ой волнуюсь даже немножко мало пока еще что склеивается самое начало она уже начинает немножко склеиваться а вот то что в круизе мне пока еще не подобрать как ехать куда ехать с кем ехать цены у круиз на компания это просто просто безбожные не знаю экскурсия 400 долларов на человека но извините ребят нет поэтому еще какие-то альтернативные пути но пока не очень успешно ладно где наш не пропадала правда и 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 так я выкупила эту потрясающую кофточку какого на цвет это не болотный даже не знаю как назвать придумаем название очень-очень глубокий интересный цвет мне понравилось как она сидит и выкупила меховушку первое пальто оверсайз оно мне абсолютно не понравилось во-первых оно мне не понравилось по материалу он какой-то очень синтетический некомфортный вот мне не понравилось как рукава вот эти загнутые вот да и вообще ну как-то мешком какими такими сидит вот и мне очень понравилась меховая курточка это искусственный мех но я в последнее время почему-то все время покупаю искусственную кожу искусственный мех не потому что мне жалко деньги натурально не хочу покупать натурально вот и это меховушка но очень приятно на перх абсолютно невесомая легкая легкая очень теплая и тактильно очень приятная у меня была похожая куртка я ее носила на ралет 7 не снимая вот но сейчас она уже товарный вид потеряла так что на замену отлично пойдет на холодную зиму у меня есть одежда а это такая наверное на 0 минус 5 она без подкладки посмотрим короче пока не знаю и так давайте рассматривать мою курточку так стоит она ну я не знаю сколько она стоит я смотрю на волберс цена все время прыгает я ее купила за 8 300 я так понимаю что там через месяц или даже через пару дней цена может быть другой что мне понравилось смотрите рукава обработаны крепенько молния железная но нормально пока застегивается хотя предполагаю что железные молнии бывает выходит из строя быстрее вот в ней нет подкладки но она тактильно но очень приятные и она совсем не тяжелая вот мне что не понравилось нету петельки нет но с одной стороны это хорошо она вытягиваться на шее не будет сзади с другой стороны вот когда куда-то идешь иногда петелечка нужно не везде есть вешалки за можно повесить по размеру она очень даже полноразмерная если кому-то это интересно будет то есть берите спокойно свой размер я думаю поместитесь я даже немножко меньше размер взяла чем нашу вот может быть и надо было побольше взять не знаю чем посмотрю подумаю может быть побольше еще перри закажу а может это оставлю не знаю мне в ней удобно так состав ты состав уходе заметила смотрите здесь внутренний карман есть с обратной стороны смотрите такая есть как-то с двух сторон даже короче невидимый карман куда можете прятать все свое богатство и есть вот такие наружные карманы нашивные накладные точнее да они вроде называются а это такой внутренний интересно интересно и он кстати четко под внешним карманом то есть можно этот карман не оттягивать состав замечательный прочитала эко-шерсть и эко-кожа понимает как знаешь ну наверно так и есть так на сайте видела еще в разных цветах поэтому если кого-то заинтересует ссылку найду ну и вот эта любовь моя как бы правильно цвет передать но немножко похож но нет он такой более какой-то желтый болотный тут ярче получается на экране он не такой желтый он более при более тусклой как бы поймать цвет вот здесь на рабочий похож такая здесь конечно не натуральная точнее здесь всего 50 процентов вискоза остальное это полиэстер и вас там вот но она очень легкая она ну в принципе хоть это и синтетика на слушать она не скрипучая синтетика нормально не скажу что прямо очень-очень уютная ткань но вполне в общем меня она не расстроила купила я ее за 3000 с копейками по моему кстати у этой фирме я видела еще похожие кофточки есть надо присмотреться мне такой фасончик очень нравится а если бы еще рукава вы подлиннее немножко были вообще было бы классно так что я еще купила я купила еще один халат но это знаете это для тех кто нормально относится к материалу масло по моему называется холодное масло что я люблю этот материал мне в нем комфортно поэтому я нормально покупаю такие вещи для дома я проходила этих халаток все лето мне очень некомфортно удобно это халат запахом единственное что рюшечка ведь вот такие рукава я все время не ухожу когда там убираешься или активно готовишь то приходится конечно эти как они воланы как они называются короче рукава эти приходится закручивать куда-то потому что конечно иначе весь у вас калат будет макрой вот но в целом мне очень они нравятся поэтому у меня на даче такой цвет и домой такой же купила на смену не знаю не снимаю только их и ношу только когда холодно кофты какие-нибудь надевающие на даче дом то тепло конечно так дальше дальше а это я купила зип-пакеты для морозилки здесь подписывать можно поздно купила надо было раньше покупать грибы замораживала и овощи всякие ну лучше поздно чем никогда все равно часто бывает что-то морозилку надо такое небольшое положить не хочется контейнерами пользоваться так это я купила тоже здесь пакетики многочисленные разного размера знаете для чего хочу разобраться со своей бижутерией замучилась я с этой бижутерии с бесконечным количеством шкатулок не люблю я когда у меня миллион шкатулок стоит я ничего не помню где у меня что лежит пока что-то найдешь все перероешь общем меня это очень раздражает я решила переложить ну не знаю серьги по пакетикам там браслетики по пакетикам и вот это уже в разные шкатулки в одной шкатулке будет там не знаю сережки в другой шкатулке браслеты в третьей шкатулке там колея какие-нибудь или бусы ну в общем вы меня поняли раздражает меня когда очень много всего наставлено и я в этом путаюсь теряюсь нет я за минимализм этом плане так врача я вам помните рассказывала мятные заваривала который тема нам тема про него рассказал точнее тема там снасти искали чай для себя у них там традиция чай пить хорошая традиция почему бы нет так а и вот нашли вот эти чину они на озоне покупают я сейчас заказала на балберес летний с ягодами видите иван чай душица ягоды клубники малины и земляники мы вот такой чай заваривали на даче весь выпили его там очень вкусно мне понравилось хотя я думала что иван чай это не для меня я пробовала как-то иван чай пить не совсем не понравилось а вот в таком сочетании очень даже вкусненько давайте откроем посмотрим его такой чаек видите здесь реально какие-то цветы ягоды сушеные вот прям видно их в общем если вы любите какие-то травяные чаи я думаю что можно попробовать миллион раз буду повторять ребят то что я показываю это все я покупаю за собственные деньги это не реклама это то что ну сами находим что-то интересное я с вами делюсь а это они положили видимо как пробник домашний иван чай или смородина ягоды смородины и рябина но такое еще не пробовала ну финальная моя покупка купила два вот таких пледа пледы по моему по 800 рублей недорогие хочу попробовать выстелить диваны я замучилась постоянно чистить диваны от шерсти я все думаю что бы мне такое придумать чтобы облегчить себе жизнь в общем взяла два пледа для пробы совсем недорогие взяла посмотрю если они приживутся у меня возможно куплю что-то более стоящее если не приживутся так и выкинуть не жалко будет а кстати ничего тоненький такой тактильно приятный вроде не похоже что он электричит нет вроде бы ну-ка попробую попробуем так у меня здесь старый замученный котами диван попробуем его преобразить слушайте а в принципе неплохо в любой момент можно снять постирать застелить новую выйдет из строя не так и жалко что-то 800 рублей стоит конечно на прямой диван это удобнее делать чем на угловой как у меня но и на угловой неплохо получилось ладно посмотрим может это для меня выход в конце концов сушильная машина очень хорошо выбивает всю шерсть и прочее то есть постирал просушил машине и отлично можно хоть через день менять а то чистить дивана но это бесконечно они они все равно такие становятся все равно вся все покрытие эти обтирается в общем менять конечно его надо но просто это не сейчас будем делать тимыч ну прямо как для тебя застелила то да и хвост даже твой умещается тима все не спать не давал ребята и курлыкал и курлыкал и мяукал и в кровать все время лез со своими ласками в 6 утра проснулся и давай мучить нас и так мне предстоит разобрать миллион коробочек шкатулочек пакетиков так эту шкатулку на на чисто под драгоценности оставлю а все остальное распихаю по пакетикам ох товарищи это жесть я провела кучу времени все это рассортировали распаковывая но правильно сделала потому что мне так будет проще вот я не знаю кто-то может быть любит большое количество там все чтобы развешено все красиво было а я не могу когда у меня много коробок стоит я все забываю я путаю с них они меня раздражают в итоге друзья это у меня 7 бижутерия вы можете мне теперь вот так удобно вытряхнулся из коробочки сразу все будет видно и ничего путаться не будет друг с другом все будет понятно где что лежит ой намного проще прям рядом рада что осиленно сделать потому что собиралась собиралась все было мне не собраться здесь у меня серьги здесь у меня заколки всевозможные и самодельные тут и муранское стекло и и всякое всякое заколкам я пользуюсь волосы сейчас длинные поэтому это мне актуально здесь у меня всевозможные браслеты и даже затесались в общем браслеты и часы все вообще не ношу вот такие красивые часы подарил очень красиво не нравится надо опять начинать их носить что-то все перешло так что все на телефоне не часы куда-то у меня ушли очень бесконечное количество браслетов это все бижутерия соответственно это и на руки и и ножны браслеты здесь у меня кольца и разные броши тоже это все пишут бижутерия здесь у меня все что вешается на шею это и бусы и подвески и колье и и все 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 хорошо прям так ровненько упаковалась так здесь у меня это отдельно колье естественно его ни с чем не могу складывать это отдельная ну и тут ювелирка там и его там еще внизу тоже все больше всего меня радует то что теперь ничего не будет путаться взял поносил сложил ровно также единственное конечно надо мне какие-нибудь однотипные шкатулки для всего этого купить мне какие-то баночки коробочки они конечно красивые но все очень разномастное так у меня тут большая стирка происходит перестирую все что можно перестирать и перемываю все что можно перемыть тем не менее пришло время покупки же в городе я же всю дачу думала что мне надо купить что мне надо сделать когда приеду в город так ну что я его открыла посмотрим что тут есть это это подарок написано было подарок косметичка кстати не пустая сейчас откроем что там есть крема я купила ничего удивительного купила два крема этот крем dior у меня такой же есть осталось его совсем чуть-чуть сейчас покажу это вот такой тональник видите здесь по стенкам он есть но по факту там его практически нет уже еле-еле срабатывает этот дозатор очень мне понравился крем вот не знаю посмотрите сколько его будет пропадать буду как-то доставать еще а этот на прозапас купила не люблю такие контейнеры как в которых вот по краям все оседает это не выдавить никуда не экономно получается общем это запасной очень классный тональник практически не видно на коже вот это я купила уходовый крем первый раз его покупаю мне кто-то из девочек посоветовала его посмотреть как замену моему обычному но решила попробовать поделюсь потом отзывами я традиционно очень люблю эти лаудер я вам уже по мне раз говорила у меня видите умывалки уже вот столичка осталось это я уже второй раз покупала ее очень хорошая это скрабик вот столько осталось тоже очень хороший ну просто очень мне нравится это косметика кремик вот тут тоже видно на донышке уже практически для его сейчас стряхнула так он ну по стенкам немножко разошелся сыворотка это уже вообще пустая вот тоже вот как оттуда что достать я его уже вот так вертикально оставлю чтобы там что-то стекало потом какими-то лопаточками достать им все равно неудобно так этого крема на зиму мне не хватает на зиму надо еще что-то более жирно искать ну вот на весну лето осень видите уже практически ничего мне не осталось все использовала очень хорошие кремы посмотрела в продаже этого крема уже нет этого крема нет тут у меня такой зеленый умывалки вроде еще есть ну короче исчезает у нас продажи надо будет либо смотреть duty free потому что ну мне очень подходит косметика прям люблю ее но может повезет и этот дорфин подойдет это франция по моему в общем в золотом яблоке купила так давайте посмотрим что мне подарили сушить и да ладно серьезно серьезно ребята это подарок от золотого яблока вы прикиньте друзья мои хорошие я вам еще расскажу я не беру рекламы вообще никакие я брала рекламу пылесоса но вы это знаете я вам сказала больше у меня реклам нет я всем отказываю всем рекламодателям поэтому это тоже не реклама но вы посмотрите что сейчас золотое яблоко то дает а я купила всего получается два крема но они как бы не дешевые но сколько они там стоили сейчас посмотрю посмотрела счет вот эти два крема на 8 900 получилось а вон они не посмотрите целую косметичку пробников каких-то надарили ладно как интересно послушайте вот это да вот это неожиданность реально не ожидала господи что нам девочкам надо покопаться вот во всем вот этом согласны что-то тут эрбориан люблю эту фирму у меня тоже кремики от эрбориан были и есть ой это что такое орган патчи причем это не два патчи по вам тут по несколько штуках а это что такое это что такое паста сос локальный уход для жирной проблемной кожи вы посмотрите это же целое богатство скрабли лица натуральный это бесконечная косметичка вот удивили так удивили и так ребят значит сейчас выгодно заказывать золотом яблоки это что маска что это да маска тканевая маска мягкая о богу богу и сама еще косметичка сама по себе тоже такая неплохая вполне на цвет такой очень люблю фиолетовый так маска это какой-то пробник для жирной кожи это крем для лица пробник это маска для волос пробник патчи понятное дело дело хорошее так это что крем для лица лед так это что-то маленькое тут еще такое поет поет это что поет позже так мелко написано я в очках еле вижу прочитала таки это мицеллярное молочко для лица скраб а это наверное парфюм буй зимой буй зимой ребят счастье то сколько на ровном месте реально на ровном я не ожидала посмотрите какие хорошенькие флакончики разного парфюма какая прелесть кстати про парфюм я тут вчера как раз только думала опять разбирала какие-то свои косметические штучки нашла еще вот такой пробник пробник это кого вот мадмуазеля заро такой приятный запах подумала что я сейчас очень редко пользуюсь парфюмом куда-то на выход но дома я им пользуюсь очень часто у меня парфюм это знаете как ну поддержка настроения какого-то то есть в разное время в зависимости от настроения хочется разного аромата и вот дома я очень часто душу и все равно никому не мешаю на улицу почему не пользуюсь да потому что мы аллергиков много да и вообще ну как-то мне не очень нравится когда все ходят такие благоухающие у всех запахи перемешиваются ароматы извините вот поэтому на улицу ну наверное какой-то аромат остается остаточный из того что я дома использовала но специально не душусь но для дома я как раз думала что мне надо найти какой-то новый аромат сейчас я вам покажу чем я пользуюсь принесу вот это то что в итоге осталось у меня в арсенале как говорится это то что я люблю больше всего на больше всего я люблю пурпуазон диор я им пользуюсь наверное уже лет двадцать покупаю разные варианты флакончиках счастья до сих пор у меня ведь он еще есть и наверно по моему еще и в продаже есть в общем очень не нравится но он такой более тяжелый что ли аромат но мне очень очень он подходит я его люблю вот этот обожаю нарцисса это прямо пудра пудра знаете такая очень няшный аромат нежный такой пудровый очень сладкий вкусный вот ну и вот эти два люблю эмпори армании таби к сутью и вот дживанши пользуюсь вот этим всем может быть кто-то мне посоветует кто разбирается хорошо в ароматах что можно сейчас купить такое очень уютное вот именно чтобы какой-то уютный запах был может быть корица может быть вот что-то такое знаете кофе с корицей ну вот что-то такое домашние вкусные выпечкой чтобы пахло ваниль может быть да вот хочу какой-нибудь такой аромат подобрать мало ли кто-то из вас знает я не в курсе я не очень большой знаток ароматов то есть вот много мне игорь дарил не горит любит дарить разные ароматы вот но вот это то что осталось остальное все передаривала ну то есть отдавала подружкам не передаривала отдавала подружкам потому что она понимала что сама не пользуюсь а вот это сейчас попробуем так но вот этот versace точно не мой запах не понравился он мне а вот этот как ни странно мадемуазель озарова вполне ничего такой легким какой-то цветочный так сейчас эти посмотрю но вот этот аромат такой ничего прикольный но тоже не совсем моё следующее смотрим вот versace и елый даймонд очень даже ничего он конечно не тот который я сейчас еще это не не корица совсем даже не теплый какой-то он сладкий аромат тоже но в принципе вроде ничего такой нежный нежный боже сколько счастья нарцисса кстати я уже по моему 3 флакон покупаю а вот это я уже даже еще то сколько флаконов купила игорь первый раз подарил а потом понеслось я уже сама стала покупать ну потому что нравится но открыла этот новый крем что пока могу сказать то что очень ненавязчивый аромат легкий это мне уже нравится дам этому versace второй шанс попробую сейчас надушиться посмотрю как он раскроется в итоге все равно надо смотреть как впоследствии аромата раскрывается не сразу из флакончик правильно же и слушайте интересно ну как будто ананасом стал пахнуть ладно проверим посмотрим как какой аромат раскроется всем пока увидимся